Здравствуйте, уважаемые друзья и недруги, подписчики и хейтеры, поклонники и завистники моего творчества. Сегодня я отвечаю на все ваши вопросы. Вопрос первый. Алексей, чего ты добился в жизни? Отвечаю. В первую очередь я стал самым известным и самым узнаваемым видеоблогером в своем городе. Популярность ко мне пришла не сразу. Я несколько лет трудился, я выступал на сцене, в основном я снимал видеосюжеты для интернета. Свою популярность в своем большинстве я получил именно через интернет и через социальные сети, но тем не менее результат налицо. Меня узнают в городе. Со мной некоторые люди фотографируются и выставляют эти фотографии в инстаграм. То есть я действительно добился определенного успеха в жизни и определенного успеха в блогерской сфере. И что самое важное, меня начали признавать видеоблогеры из других городов. В том числе меня признал известный видеоблогер Иоганн, который ведет канал Первый Циничный. Мы начали с ним сотрудничество и первые видео в Москве уже записали. Вопрос второй. Алексей, кого лично ты вывел на сцену, кого ты раскручиваешь? Отвечаю. У меня был женский танцевальный коллектив, состоящий из трех девушек. Их дебют состоялся 27 января 2019 года в кафе «Зеркальный». Сейчас вы увидите фотографии этого коллектива на своих экранах. Именно про этот танцевальный коллектив я рассказывал на встрече с видеоблогером Иоганном, который состоит из трех девушек. Из этого танцевального коллектива я взял одну девушку, ее зовут Екатерина Гундорова, которая сейчас является вокалисткой. У нее был дебют 3 марта 2019 года в кафе «Шоколад». Я дал ей возможность выступить в качестве вокалистки, и это было действительно ее самое первое выступление. Что же касается «Неустала», я себя ни в коем случае не приписываю к развитию этого танцевального коллектива, потому что они профессионалы, они уже доказали то, что они самые лучшие, и они выступали только в качестве приглашенных гостей. Отдельное спасибо я хочу высказать девушкам из «Неустала», ну и, конечно же, Махноноговой Анне Владимировне, руководителям этого танцевального коллектива, которая сделала мне просто чудесный подарок на мое день рождения в качестве танца своих подопечных. Что же касается непосредственно Екатерины Гундоровой, да, я ей помогаю выйти на сцену, да, состоялся ее первый дебют, как я уже говорил ранее, ничего личного у меня с ней нету и не будет, поскольку у меня есть другая девушка, с которой у меня складываются вполне нормальные и человеческие отношения. Еще один такой мне интересный вопрос задали, это уже подписчики. Буду ли я снимать какие-либо провокационные видео, то есть провоцировать людей, типа как «Лев против» и что-то подобное. Нет, я не занимаюсь провокациями, я считаю, что никто не имеет права нарушать человеческой чести достоинства, и поэтому видеоролики я буду снимать нормальные, без всякого рода провокаций и издевательства над людьми. Вопрос касательно группы Кулебаки Народной Новости. Алексей, почему ты не даешь свободу слова? Отвечаю, умейте писать конструктивную критику. Я не против того, чтобы люди писали критику, но я против того, чтобы в этой критике использовался мат, переход на личности, либо какая-нибудь нецензурная брань. Ведите себя воспитанно и по-человечески, и тогда вы не будете попадать в бан, и ваши комментарии не станут удаляться. Еще один такой интересный вопрос. Алексей, кто тебе помогает в творчестве? Тоже вопрос от подписчиков. На самом деле, самым первым человеком, который меня вдохновил на творчество и вдохновляет до сих пор, является Руслан Салманов, тренер по кикбоксингу. Он всегда меня поддерживает в моих начинаниях. За это ему огромное спасибо. Также огромное спасибо я хочу высказать Валентине Захаровой, которая помогла мне стать сначала администратором группы Кулебаки Народные Новости. Ну и также она поддерживает меня во многих начинаниях. По поводу личного, есть что-то с ней или нет? Нет. У нас с ней чисто деловые отношения. Вот. Также огромную и неоценимую помощь мне помогает Влад Дубов. Он также делает со мной некоторые видеорепортажи. Также мы с ним записываем некоторые видео. Он помогает немного в моей раскрутке, а также он помогает в видеомонтаже. За это тоже ему огромное спасибо. Я постарался искренне и честно ответить на ваши вопросы. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. Если да, обязательно поставьте лайки. Кто еще не подписался, обязательно подпишитесь на мой канал. Нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить мои новые видеосюжеты. До новых встреч, дорогие друзья. И всего вам самого доброго.